Всем привет! С вами я, Александр Калисин. Вы находитесь на канале АПСДСК. Мы на 40-м километре Киевского шоссе. Это какой-то поселок. Значит, что мы видим? Мы видим снег, мы видим сборка. У нас самая банальная тема, которая есть для каналов, подобных нашему. Это зимняя сборка. Поехали! Что мы здесь собираем? Это дом из клееного бруса, достаточно толстого и премиального сечения. Брус высокий 260-й, толщина его 240-я. Материал елка. Пожалуйста! Для сборки дома в таком виде понадобилось порядка пяти дней. Где-то в конце прошлого года мы залили фундамент. А вы знаете, фундаменты можно заливать зимой. Мы живем в 21 веке, это абсолютно нормальная история. Все фундаменты у нас идут, если это монолитная железобетонная плита, и если это дом в комплектации флагман, они уже идут утепленные, с гидроизоляцией, все как полагается. У нас фундамент принял технический надзор, а раз фундамент принял технический надзор, значит, мы можем зарезать стеновой комплект и везти его на объект заказчику. Значит, в данном случае мы видим, это материал елка, весь елка. Мы сами заготовители, мы сами заготавливаем лес, и поэтому иногда мы можем предлагать заказчикам, что их брус, их домокомплект будет либо только из сосны, либо только из елки. Не всегда, но иногда, по особым случаям мы это делаем. Давайте пригласим нашего чудо-бригадира, почти супермена, Евгения Журавлева. Евгений, мы вас просим. Приветствую. Так, сколько ты у нас работаешь? Я шестой год. Шестой год. Человек опытный, человек все знает, а у нас все такие опытные. Не подумайте, что мы специально приехали на такой объект. Женя, немножко расскажи, как и что у тебя тут, как и что ты строишь? Мы строим дом с клееного бруса, но этот диаметр у нас как-то большой, 24 на 28 диаметром. Вот сейчас мы собираем в данный момент каратыши между окнами и между дверями, которые, а так, большие и длинные с краном собирали. Это буквально вчера, сегодня мы же такие каратыши забираем. А сколько тебе по времени еще нужно, чтобы собрать этот стеновой комплект? За сколько тебе собираешь его? Я думаю, что через два дня я этот дом закончу. Так, у тебя примет его инженер, правильно, наш? Да, вначале у нас инженер Дмитрий примет, потом технодзор Геннадий. Технодзор Геннадий страшный? Нет, не очень. Инженер Дмитрий страшный? Нет, не очень. То есть, с ними приятно работать. Ну и слава тебе, Господи. Так, расскажи, пожалуйста, мы стеновой комплект не собираем на нагере, правильно? Мы собираем его только на сквозные шпильки. И шпильки у нас оцинкованы для того, чтобы исключить конденсат и все гадости, связанные с этим. Вот такие. Да, правильно. Если вот сюда внимательно посмотреть, у нас все шпильки устанавливаются на пружину силов, правильно? Правильно. Они стягиваются каждые 4-5 венца для того, чтобы исключить максимальную усадку. Да. Утепляется у нас тоже только здесь? Да, в чашках. В чашках. Слушай, Жень, что это такое у нас? Это под электрику мы проводим гофру. Скорее, пожалуйста, сколько ты домов собрал в прошлом году? Из кольки этих домов ты сделал штрабление под скрытую электрику? Практически все. Короче, скрытые электрики не бойтесь, это абсолютно нормальная вещь, которая позволяет быть в деревянном доме. Кстати, тот самый часто каверзный вопрос, который многие спрашивают, не пожар ли это опасно? Пожар опасно, когда у вас электрика разведена кривыми руками, либо неправильно разнесены автоматы по электрическому щитку. А все остальное отлично, делайте скрытую электрику, наслаждайтесь, это классная штука. Она, главное, красивая, она эстетичная. Смотри, у нас снег, у нас зима, вот когда лучше работать, летом, зимой, осенью, либо весной? Зимой мне легче самому работать, как мне, потому что зимой нету дождя, брус не подвергается влажности лишнего. Получается, снег, оно как бы не впитывается в брус сразу, можно его спокойно, перед тем, как положить, если даже снег пройдется, почистить и положить брус. То есть, сухая погода? Да, лучше. А, кстати, я вот даже вижу, это вот штука, как называется зеленая? Это ветродув. Скажи, пожалуйста, у тебя есть торпулин и большое количество пленки, правильно? Для чего она тебе нужна? Торпулин мы накрываем материал, который нам пиломатериал, который привозят пленкой, тоже отдельные части, получается, где венцы, где, получается, торпулин, все, где можешь не закрыть, дополнительно пленкой накрываем. Ну, на случай, если вдруг будет дождь. А в нашу зиму дождь, это вообще нормальное явление. В России же, в конце концов. Да. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Так, также у нас на объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые работают 24 на всем. Ну, только в том случае, если на вашем объекте классный интернет. И если вы находитесь в офисе, например, в Москва-Сити, либо на ГУА, то, конечно же, это очень удобно. Вам не придется ездить за 40-й километр от МКАД и смотреть, как идет стройка. Вы взяли смартфон, вы посмотрели, что там все здорово. Ну, и работаем дальше. Как у нас происходит процесс сборки? Фундамент, на который заезжает бригада сборщиков, у нас все бригады узкопрофильные. То есть, те, кто занимается фундаментом, они занимаются, это монолички. Те, кто занимаются сборкой стены, крыши, это сборщики. Сначала выбивают точки ноль и кладет гидроизоляцию и подкалочный ряд. Вот мы видим гидроизоляцию, это подкалочный ряд. Подкалочный ряд крепится на анкере, он покрывается огнебиозащитным составом, и поверх него выкладывается клееный брус. У нас, также уже говорил Евгений, что у нас есть на объектах скрытая электрика. До начала сборки стенового комплекта наши архитекторы созвонятся с заказчиками и помогают распределить точки по электрике по дому. То есть, это могут быть и вывода, в том числе на силовые приборы, на кухонные приборы. И в данном случае мы можем либо просто разнести точки по дому электрики, как они это должны быть, как это видит заказчик и наш архитектор. Равно можно сделать с нами полноценный проект ЭОМ. Дмитрий, это обои? Нет, это проект Электрики, специально распечатан в таком формате, для того, чтобы было легче разобраться. Дело в том, что дом достаточно насыщен всеми коммуникациями, в том числе электрическими. Поэтому, как говорится, для того, чтобы можно было легче это все дело посмотреть, распечатали именно в таком большом формате. В таком большом формате, конечно, удобнее работать в бригаде, сделать разметку и сверловку каналов под электрику. У нас также на объекте, помимо проектов электрики, это вот базовый проект, по которому собирает бригада. Это проект КД, это сборочный чертеж. Ну, соответственно, повинцовка, побревновка и так далее. Это именно то, без чего бригада не соберет проект. И вот такой же журнал «Производство работы». Этот журнал, это есть один из форматов нашего внутреннего контроля. То есть заполняются данные по заказчика. Это делает инженер вместе с бригадиром. У нас есть указание к введению журнала, административный стандарт АПС ДСК. Сведения о персонале, регистрация инструктажа на рабочем месте, плановое-внеплановое. Плотник убыл, плотник, у тебя прочитал убыт, убит, но это нанесимое. Так, чек-лист проверки. Это пока внутренний чек-лист проверки бригады самой себя и инженера. Знаете, как вертолет вы когда смотрите, чтобы не забыть нажать какую-то кнопочку. Каждый день отмечаются те работы, которые должны выполняться, соответственно, бригадой. Те проекты, которые идут у нас на стройку, они снабжены все узлами строительными, поэтому бригада четко знает, как выполнять тот или иной элемент. Я могу сказать, что эти узлы мы перебираем где-то раз в квартал, заново их пересматриваем, делаем лучше. У нас этим занимаются тоже конструктора. Это отдельные, специально обученные люди. Один из больших плюсов, которые есть зимой, это отличные подъездные пути к участку. Не каждому участку можно подъехать по простой дороге, машина может провалиться. И, соответственно, когда дороги замерзают, фура без проблем подойдет к участку вплотную и выгрузит стеновой комплект. Через пять дней здесь будут закончены работы по сборке стенового комплекта, и мы перейдем к монтажу стропильной системы, крыши, кровли, дальше к работам по отделке, дальше к работам по окнам. Спасибо, с вами был Александр Кальцин, компания ПСДСК, и ждем вас у нас в офисе. Субтитры создавал DimaTorzok